Отдыхают. Сегодня прохладно, всего лишь плюс 13, поэтому гулять уже не пошли. Солнышко, но прохладно. Так что едят все наши. Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube-канала. Совсем скоро, именно 20 июня, начнется курс «Выгодное козоводство». Курс замечательный, готовился он мной практически полгода, начиная с января месяца, был он запланирован, этот курс. И я знаю, что многие козоводы его ждали, почему я это знаю, потому что уже много человек записались на данный курс. «Выгодное козоводство» это курс, который поможет вам зарабатывать, зарабатывать на продаже животных, продаже молочной продукции, то есть реализация продукции козоводства с целью заработка. Причин создания данного курса несколько, все они глобальны и масштабны. В этом видеоролике я хочу рассказать об одной из причин, и в последующих видеороликах обязательно расскажу вам о других причинах создания данного курса. Одна из причин, первая причина, она продиктована вами, уважаемые зрители. Очень часто, когда я делаю анонсы наших занятий, занятий в нашей школе козоводства, будь то курсы по козоводству, либо отдельные какие-то лекции, периодически люди пишут мне, пишут следующее. «Здравствуйте, Вячеслав, замечательно, что вы проводите курсы, с радостью приняли бы участие, но нет денег. Маленькая пенсия, допустим, либо зарплата маленькая, большая семья, многодетная семья, не хватает денег, чтобы пройти обучение по козоводству. Либо же в удобные даты проходят занятия, можно ли подождать, когда придет зарплата. Придет зарплата, и в этом случае мы оплатим курсы, многие так и делают, и пройдем у вас обучение. Это, конечно, все хорошо, я все понимаю прекрасно. Не понимаю только одного, почему нужно платить за обучение козоводству с зарплаты, с другой стороны, почему приходит доход, почему он не с самого козоводства. У меня очень много учеников, очень много, и я рад этому. Люди, которые зарабатывают на козоводстве и, соответственно, тратят деньги в свое обучение, в повышение знаний, чтобы еще больше зарабатывать на козоводстве. Неоднократно и на курсах, и на отдельных вебинарах, лекциях пишут козоводы, что продали козляк, записались к вам на курс, ни разу не пожалели об этом. Продаем молоко, записываемся к вам на обучение, получаем, то есть продали молоко, записались на лекцию по молочной продуктивности коз, получили еще больше молока, еще больше стали продавать. Следовательно, после этой лекции «Молочная продуктивность коз – путь к качественному молоку» многие люди записались уже на курс «Выгодное козоводство», потому что молока стало больше, значит, будем учиться теперь еще и реализовывать это молоко, которого стало больше. Вот так должно быть. Сельское хозяйство, животные, сельскохозяйственные животные, я не знаю, как там собаки, кошки, это немножко другая область, мышки, зайчики и так далее. Ну, зайчики декоративные я имею в виду. А вот сельскохозяйственные животные, они должны давать доход, они должны быть на самоокупаемости, вы должны зарабатывать на козах. То есть получать от них молоко, молочную продукцию, мясную продукцию для нужд своей семьи, плюс продавать. Курс для ЛПХ, для владельцев ЛПХ, для тех, кто хочет получать доход со своего даже небольшого козоводческого хозяйства. И 2-3 козы могут быть выгодны, содержание их может быть выгодно. И у меня очень много таких учеников на наших курсах по козоводству, у кого 2-3-4 дойные козы, и они зарабатывают на этих козах. Они могут себе позволить обучение, они могут позволить расширение своих знаний в области кормления, содержания коз, размножения, то есть продуктивных каких-то особенностей животных. И соответственно в дальнейшем они больше зарабатывают. То есть когда мы вкладываемся в знания, потом же это окупается, то есть у всех свой выбор. Либо мы вкладываемся в знания в области козоводства, содержания, кормления, либо мы вкладываемся в лекарства и лечим животных. То есть либо мы учимся правильно работать с козами, научились, и в дальнейшем мы работаем правильно с козами, и нам не приходится их лечить. Либо же мы тратимся на лечение, но имейте ввиду, вы тратитесь не только на лечение, в то время, когда болеют ваши животные, вы еще и не получаете от них продукции. Поэтому выгоднее все-таки обучаться козоводству, согласитесь, выгоднее обучаться правильному кормлению, правильному содержанию, правильной работе, то есть правильному уходу за животными, чтобы они не болели, чтобы, во-первых, не тратиться на лекарства без необходимости, чтобы это не было вот прям постоянным каким-то таким, постоянной статьей расхода, когда каждую неделю что-то случается с животными. И козы не будут терять удой, не будет выкидышей и тому подобное. Для этого и существует наша школа козоводства. Для этого я и провожу занятия по козоводству, чтобы ваши животные не болели, и чтобы вы могли зарабатывать на них. Это сельскохозяйственные животные, не должны быть они просто для души. Нужно уметь зарабатывать. Кто смотрит мои видеоролики с самого начала, с создания YouTube-канала, кто знаком со мной еще с различных форумов, те знают, и я об этом неоднократно говорил, да я этого и не скрываю никогда, что в университет я пришел в должности инженера на зарплату 1400 рублей. 1400 рублей в Москве. А ушел через 5 лет, когда переезжал в Германию. Я с должности старшего преподавателя кафедры, будучи кандидатом наук, с зарплатой 12 тысяч рублей. А комната, съем комнаты, да что ж слюни-то летят. Что-то слюни разлетаются и все. Потому что, наверное, воспоминания не самые приятные. Тем не менее, воспоминания есть воспоминания. Это было в моей жизни. А ушел я в должности старшего преподавателя, кандидата наук, с зарплатой 12 тысяч рублей. При том, что комната в Москве, снимать комнату стоила 15 тысяч. Где я еще эти 3 тысячи брал? А еще на проезд, на жизнь и так далее. Козы, спасибо козам. Да, на Алтае всегда были у нас 2-3 дойные козы. Продажа молока, продажа молодняка. С этого и ноутбук куплен, с этого и новые вещи куплены и зимние, и весенние. С этого и корма для коз куплены. То, что заработали на козах, то и потратили на них самих часть непосредственно. То есть, с этого же куплены и книги по козоводству. То есть, именно с тех денег, которые мои 2-3 козы давали. То есть, во-первых, они многоплодные. Не менее 2-х козлят. 2-3 козленка. То есть, вот, пожалуйста, 3 козы и уже 7 козлят от 3-х коз. То есть, продал, вот они деньги, первокоток продал, молоко, продажа молока. Вот они деньги. И это при том, что село глушь. Я не понимаю, как можно заниматься сельским хозяйством, не получая с этого доход и прибыль. Зачем? Зачем тогда тратить свое время на это? Правильно же? То есть, животные должны себя окупать. Должны. На эти деньги я и переезжал в Германию. Да, продал первокоток по весне. Козлят. 2 первокотки. Козлят продал. Потом осенью еще 2-х козлов продал племенных. И еще одну дойную козу. И вот, на деньги я переехал в Германию. Потому что на зарплату 12 тысяч рублей было невозможно переехать в Германию. То есть, козы должны давать доход. Сейчас, когда приезжаю домой и вижу, вот он с сайдингом обшит гараж, летняя кухня. На деньги с коз. Вот они, пластиковые окна вставлены в родительском доме. На деньги с продажи козлят. То есть, все везде напоминает о козах. И это нормально. И я говорю это при том, что глухая маленькая деревня. И мне неприятно, серьезно, мне неприятно, когда люди пишут, что у них не хватает пенсии или зарплаты, чтобы пройти наши курсы по козоводству. Чтобы научиться правильно работать с козами. И исходя из этого, одна из причин, да, почему я решил создать курс выгодное козоводство. Запланировал его еще на Новый год. Потом в январе у нас был курс выращивания козлят. Консультировался с ребятами, кто были на этом курсе. Что будет ли вам интересно, если я создам курс выгодное козоводство. Где в течение курса будем с вами учиться реализовывать продукцию козоводства. Различную. Различную продукцию козоводства для того, чтобы получать доход и прибыль. Чтобы вы в дальнейшем обучались козоводству как раз таки за счет коз. То есть расширяли свои знания в этой области. И поймите, интереснее козоводством ведь заниматься, когда мы с этого что-то получаем. Те люди, кто ничего не получают, кроме там какого-то вот душевного спокойствия. Но оно тоже, что это за душевное спокойствие, когда козы болеют. Вряд ли. То есть денег с них не получаем, они еще в придачу болеют. И обычно такие люди в козоводстве не задерживаются. Пара лет и все их нет. За мою практику знаете сколько было таких людей, кто приходили в козоводство. Пара лет и все, и они уходят. Вот пожалуйста тоже примеры таких людей. Хотя была возможность заниматься козоводством у них. Прекрасные условия были для этого. Приезжал в хозяйство, видел, что все условия есть для того, чтобы зарабатывать. Но люди не использовали эту возможность. Вот такая причина, одна из причин. В последующих видеороликах я расскажу о других причинах создания курса. Выгодное козоводство состоит курс из пяти занятий. Занятия пройдут в будни, но те, кто работают, не переживайте. Потому что видео занятия будут доступны к просмотру минимум пять дней. То есть у вас будет время, чтобы посмотреть эти часовые лекции. Пять занятий. Тема каждой лекции различна. То есть мы поговорим и о экономии на содержании и кормлении коз. И о реализации или о заработке альтернативном в области козоводства. И о том, как зарабатывать на продаже молодняка. То есть на реализации самих животных. На молочной продукции. Разберем ошибки наших соотечественников различных. Ох, как же много козоводов я в своей жизни проконсультировал. И многие из них сейчас успешны. И я вижу это по страничкам, по сайтам в интернете. А кто-то, к сожалению, не прислушались. И хозяйства закрылись. А ведь были все возможности. Везде был зеленый свет для того, чтобы развиваться в этой области. Так что жду вас на нашем курсе выгодное козоводство. Ссылку для регистрации на курс я оставлю под этим видео. Записывайтесь, оставляйте заявку. Все с вами в течение недели разберем. Как же нам получить доход с наших любимых животных. Чтобы заниматься козоводством было еще интереснее и приятнее. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.